Из 34 мест на городских округах 24 получили единороссы, два – представители ЛДПР, одно – досталось коммунистам и семь – самовыдвиженцам. В таком составе депутаты будут работать ближайшие пять лет. Председатель территориальной избирательной комиссии Сарова поприветствовал народных избранников и огласил итоги голосования. В досрочном голосовании участвовало жители города избирателей 11 170 избирателей, что составляет 14,8% от числа избирателей города. В единый день голосования 13 сентября проголосовало 17 292 избирателей, что составляет 22,8%. В торжественной обстановке Валентин Борис вручил удостоверение депутатам седьмого созыва. Заместитель директора РФАЦ Внеев по управлению персоналом поздравил парламентариев и пожелал успеха в будущей работе. Задача у нас с вами одна – это благополучие нашего города, благополучие нашего с вами градообразующего предприятия, как Центр национальной безопасности. Я бы хотел здесь пожелать всем успехов, пожелать всем крепкого здоровья, дружной, единой работы, эффективной, плодотворной. Ну и с тем, чтобы нам по окончании определенного срока, когда мы с вами завершим, опять не было стыдно перечитаться перед своими избирателями. На встрече выбрали депутатов, которые войдут в организационную комиссию по первому заседанию. Его должны провести до 2 октября. На заседании депутаты обсудят создание мандатной комиссии, подтверждение полномочий избранников, изменения в регламент городской думы и текущие вопросы. Внесен ряд решений, связанных с передачей собственности, как из муниципальной собственности в федеральную, так и наоборот. Но это стандартные вопросы. У нас есть три условия приватизации, которые в прогнозном плане приватизации объекта стоят на этот год. У нас есть решение по обращению к губернатору с тарифами. Депутаты рассмотрят положение и объявят конкурс на должность главы города, который теперь также будет исполнять обязанности и главы администрации.